МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! А знаете ли вы, что русский язык является международным космическим языком? И его изучение обязательно для всех космонавтов. Ну а нам с вами, носителем великого и могучего, знать родной язык нужно просто в совершенстве. И поэтому мы вновь начинаем нашу игру на Абум. Совсем недавно мир отпраздновал хороший праздник День Отца. И приближается еще один большой семейный праздник. 8 июля россияне отметят День Семьи, Любви и Верности. И принять участие в нашей игре на Абум сегодня мы пригласили самую настоящую большую крепкую семью. Это семья Флоренцевых. Здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас мы будем выяснять, кто в вашей семье обладает самым большим словарным запасом, кто самый быстрый, ловкий, смешной, энергичный и много других качеств. Ну а для начала, конечно же, начнем со знакомства с вами. Я глава семьи. Евгений Петрович меня зовут. Я люблю своих детей, пятерых, также внуков. Я мама Ольга Петровна. Моя профессия связана с детьми. Я с детства мечтала о большой дружной семье. Поэтому у меня много детей. Я их очень люблю. И думаю, они очень умные, талантливые, веселые, красивые, трудолюбивые и счастливые. Спасибо большое. Вот настоящая мама не о себе, а больше о детях, да, конечно, если говорить. Так, далее. Меня зовут Оксана. Я старшая дочка. Ну и, конечно, как всегда, старший всегда доставал с детства больше всех. Меня зовут Эдуард. Я старший сын. Ну, также еще и отец. У меня есть маленькая дочка Ева. Они сейчас отдыхают в Бресях. Вот им хочу передать привет. Меня зовут Алена. Я средняя дочка, так сказать, золотая серединка. Очень люблю свою семью. У меня тоже есть сыночек Сашка и муж Димка. Держите за меня кулачки. Меня зовут Марина. Я младшая дочь. И я свободный художник. Вчера была на фестивале. Приехала только сегодня. Очень сильно хочу спать. Поэтому хочу победить всех. И как можно быстрее, я так понимаю, да, судя по всему. Ну и завершаем знакомство. Я Дмитрий, младший сын. Ну, меня всегда любили, хвалили. Я такой хороший, как говорится. Но мне всегда доставалось много сладкого. И в этом моя прелесть. Я вижу у вас на футболках есть такой специальный логотип. Это логотип вашей семьи. Расскажите, пожалуйста. Да, это логотип нашей семьи. Потому что наш семейный девиз звучит так. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. И, кстати, логотип был создан нами. Специально к конкурсу «Семья года». Мы участвовали в 2004 году в этом конкурсе. И победили в номинации «Самая творческая семья». Потому что мы с детства все на сцене. Все музыкальные мы, творческие люди. Отлично. Я думаю, что также творчески подойдете и к этой игре. И сплоченная команда должна сделать свое дело. Но в конце останется только один. Только один победитель. Сейчас за этим столом семь участников. А в игре должны принять участие, по нашим правилам, всего лишь шесть. Я хочу вас спросить, как вы решаете споры в своей семье? Вот сейчас нужно вам будет поспорить. И одного человека, к сожалению, отсеять. Итак, что будем делать? По-детски давайте. На кулачка. Памень, ножница, бумага. Раз, два, три. И у нас получается, что Оксана, к сожалению, даже не приняв участие в первом туре, уже покидает нас. Оксан, ну ничего, не расстраивайся. Будешь болеть. Тебя буду играть. Ну а сейчас мы переходим, собственно, к объяснению правил. Я хочу вас познакомить. Это бомба. Бомба — это семья Флоренцевых. Мы рады знакомству. И я скажу вам сейчас одну вещь. Эта бомба заводится и начинает тикать. Я загадываю вам слог, на который вам нужно будет вспоминать или придумывать слова на этот самый слог. Действуйте быстро. Соображайте еще быстрее. Потому что в определенный момент бомба останавливается. И в чьих руках она остановится, покидает нашу игру. Ну что, готовы? Правила понятны? Да. Итак, внимание. Самый первый слог, он должен быть в начале слова. Это должно быть исключительно существительное и только в единственном числе. И, внимание, несмотря на то, что это начал программы, слог «фи». Финал. Поехали. Фи. Фигура. Фикус. Фикус. Фирма. Финики. Финик. Финик. Филантроп. О, хорошо. Фингал. Физик. Физик. Фисташки. Или фисташка. Или фисташка. Фильм. Физалис. Физалис. Фикус был. Фикус был. Филадельфий. Нет, от Филадельфий нельзя. Нельзя использовать именно собственность. Фильм. Фильм был. Разве был. Да, Недди говорил фильм. Фиалка. 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 Физрук. 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 Хорошо. Фингал. Фингал был. От Димы. Фи. Можно подсказывать друг другу. Где же она? Взаимовыручка. Взаимопомощь. Фи. Фильмоскоп. Как? Фильмоскоп. Фильмоскоп. Класс. Последние секунды. Фишка. Филин. Филолог. Филология. Физкультура. Дима, молодец. Ну что, Дима, очень и очень, мне кажется, обидно, да? Да, конечно. Оставь бомбу здесь, потому что она нам еще пригодится. Но с пустыми руками от нас ты не уходишь. Поскольку вы семья, я думаю, что все вместе соберетесь в скором будущем в кинотеатре. Начинаем раздавать билеты с тебя. Пригласительный билет в кинотеатр «Три пингвина» тебе. И, конечно же, аплодисменты. Спасибо большое. Ну как же так. Первый и выбыл уже. Я хотел победить в этой команде. Но все-таки семья и самый младший, ну, конечно, должен выиграть. А тут есть какое-то волнение. Вот как раз-таки, когда держишь этот шар со словом «бум», он заставляет тебя волноваться. И за счет этого как раз-таки и теряются слова. Кто-то говорит твое слово, опа, нету слов. И думаешь, проворачиваешь, и в итоге я проиграл. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга Салтыкова, филолог, бизнес-тренер по деловому письму и эксперт программы на АПОМ. Значение заимствованных слов нужно знать, чтобы во всех ситуациях общения чувствовать себя уверенно. Еще одно слово в ваш активный запас. Мультифора. Попробуйте отгадать, что она означает. Мультифора – транспортный контейнер очень большого размера или прозрачный конверт для хранения документов. Вы правы, если выбрали второй вариант. Мультифора – это обычная папка-файл. Итак, сегодня в игре на АПОМ мы не только пополняем свой лексикон, но и говорим, конечно же, о вечных ценностях, о любви, семье, верности. Вот мне кажется, что современные люди, современная молодежь, они больше задумываются о карьере, о деньгах, и во вторую уже, может быть, даже в третью очередь задумываются о семье. Я хочу спросить, наверное, начать больше к старшему поколению семьи Флоренцевых обратиться. В каком возрасте нужно создавать семью? Скажите, пожалуйста. Я думаю, любовь, она нечаянно приходит. В любом возрасте семья важна. Карьера – это отходит на второй план. То есть как любовь нагрянула? Да. Мы встретились с будущим мужем, с моим мужем, в городе Чебоксары. Сколько вам было лет? Мне было 20 лет, ему 20 лет. И мы поженились. Мы никогда не думали, что у нас, наверное, такая большая семья будет. Но это пришло само собой. А сколько вот сейчас в современной семье должно быть детей, как вы считаете? Ну, я думаю, трое. Я согласна. Один он будет эгоистом, наверное, немножко. А вот когда их побольше, они тогда делятся друг с дружкой своим секретом и растут вместе им интереснее. Тем более, вот нас пятеро, как можем быть одному? Мне кажется, так скучно. Ни одного эгоиста не воспитали из детей? Все у нас хорошие детки. А как, поделитесь, пожалуйста, секретом, как воспитать неэгоиста ребенка? Можно сказать, что мы свою душу вложили в этот. И каждого любили. Да. Ну, просто кого-то одного. Нас всех любили. У нас не бывало такого, когда кто-то, допустим, у нас один. У нас все вместе. Всех любили. Всех всегда доставалось. И всем доставалось одинаково. Все любимые, я думаю, да. Они все вырастают, конечно, разные. Любим-то мы всех, но они вырастают разные. И вот уже тут начинаем любить уже в зависимости от того, кто каким вырастет. Нет. У каждого достоинство есть. И каждое достоинство мы гордимся даже. Вот сейчас дети уже взрослые, но тем не менее, они требуют воспитания в этом возрасте? Требуют. Мы всегда им помогаем советом, помогаем в воспитании внуков. Помогаем даже в учебе, в труде помогаем. Советами всегда. И вот здесь одни из самых ярких представителей из семьи Флоренцевых и одни из самых удачливых. Мы переходим к этапу номер два. И внимание! Если в первом туре слог был из двух букв, то сейчас слог будет из трех букв. И он также должен находиться в начале слова. САН. И я позволю себе начать с очень актуального слова САНКЦИЯ. Поехали! САНТЕХНИКА. Отлично. САНКИ. САНКИ. САНЭПИДИМНАДЗОР. Да, да, допустим. САНМИНИМУМ. Можно такое слово? Лучше, наверное, нет. САНИТАР. САНИТАР. Вот так вот лучше. САНАТОРИЙ. Отлично. САНКИ. САНКИ БЫЛИ. САНДАЛИЙ. САНДАЛИЙ. САНОВНИК ЕСТЬ? ЕСТЬ, КОНЕЧНО ЖЕ ЕСТЬ. Самое модное сейчас. САНКЦИИ. А, это уже было. САНКИ. Да. Почему бы и нет? САНУЗЕЛ. КЛАСС. САНГВИНИК. САНГВИНИК, ПАПА. Как бы мне сейчас на мой не вылететь? САНГВИНИК, ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ. ПОСЛЕДНИЕ СЕКУНДЫ. После игры все лезут. Еще 2-3 слова нашел, например. У меня желание было, чтобы у детей выигрыш был. Раздел науки о языке, изучающий природу, особенности и функции ударения, называется акцентологией. Ударение – своеобразный фонетический паспорт слова. Какое бы слово вы ни произносили, если в нем есть буква ЙО, ударение всегда будет на этой букве. Ёлка, Паём, Семён. Вспомните любое слово с ЙО, ударение в этом слове всегда одинаковое. Сегодня у нас за столом игры на Абума. Люди, которые знают друг о друге абсолютно все, ведь они – самая настоящая семья. Я хочу спросить у вас, часто ли вы собираетесь дома вот так вот за одним большим столом? Что делаете? Какие увлечения? Какие занятия вместе? Собираемся мы постоянно, на каждые праздники, у родителей, конечно же, также ходим на природу, шашлыки. Самый любимый праздник какой? 8 марта, наверное, потому что на 8 марта каждый год мы собираемся на шашлыки, зимние шашлыки. В гараже у папы. Да, в гараже у папы. Грэмфутбол? Да, это просто прыгаем с крыши в снег. Головой. Даже такой. Да, а еще есть традиция, на праздники обязательно печь торт из 7 слоев от нас. 7. Все словесные игры наши, все настольные игры. Лото играем, да. Самое любимое лото у нас детства. Лото, кто чаще выигрывает? Есть такая статистика? Нет, нас папа быстро выигрывает. Чаще взрослые выигрывали. Потому что им, видимо, эта игра поближе. А нам очень нравилось вот в мешочке вот эти вот... Бочонки трясти. Бочонки трясти, да. И доставать, особенно говорить там. 64, когда доставали цифру, сразу все говорили, квартира флоренцевых. Или 11 барабанные палочки. Итак, внимание! Сейчас наступает самый сложный раунд игры. Слог из начала у нас перемещается, ба-бам, в середину слова. И этот слог ни. Книга. Книга. Поехали. Санитар. Отлично. Канина. Униформа. Хорошо. Канистра. Канистра. Паника. Паника это то, что сейчас характеризует, мне кажется. Пони. Нет, нет. Пони. Он должен быть в середине. Нет, нет, в середине, только в середине. Ночник. Ночник. Алена. Снова слово придумывать нужно, вспоминать. И, иний. И, 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 и. И, 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 и. И, 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 и. И, 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 и. Энигма Понедельник, пятница Суббота Я нисколько не расстроилась Я наоборот обрадовалась Когда решаешь кроссворды, очень легко А когда отгадываешь Очень трудно Часто, если тема разговора Или заданный вопрос собеседнику неинтересна Можно услышать в ответ Мне фиолетово Вы не задумывались, почему именно фиолетово А не сиренево, например? Это выражение происходит из юмора студентов-химиков И объясняется так Для различных химических опытов В качестве индикатора кислотности Используется лакмусовая бумага фиолетового цвета На эту бумагу капает раствор В нейтральной среде лакмус не окрашивается То есть ему все равно Фиолетово Так фраза и стала популярной Есть такое популярное выражение Кто первый встал, того и тапки Я вас хочу спросить Подходит ли такое выражение к вашей семье И какие фразеологизмы, может быть, еще используете? Да, подходит Конечно Еще так же говорится Кто успел, тот и съел Кто раньше всех встает, тому больше и достается Кто раньше всех встает у вас в семье? Папа Папа Папа, да И поэтому дети всегда голодные Я так понимаю Поэтому мы худые и стройные Это точно Есть еще какие-нибудь фразеологизмы? Семеро одного не ждут Семеро одного не ждут Как это применяется? Семеро одного не ждут Если собираемся куда-то, то давайте все вместе собираемся и никто никого не задерживает Правильно Семеро раз отмель, один раз отрежь О, вот это самое интересное Один раз отрежь Как именно это исполняется? Ну, естественно, мы решаем все вопросы с семьей Все вместе обсуждаем Если какой-то возникает вопрос семьи Мы все вместе обсудим Потом только сделаем А это очень любимое папино выражение Семь раз отмель, а потом отрежь Потому что бывает что-то То есть очень хорошо подумай, да? Да А вообще эмоциональная семья? Или же все-таки такая Именно на то, чтобы очень обдумать все И потом уже Нет, мы все эмоциональные Да, всем эмоциональные Кроме папы, я так понимаю Папа вносит зерно Ну, у него должно быть свой стержень Да, каждый высказывает свое мнение А потом папа говорит Мы подумали, и я решил Ну, сейчас вам предстоит тяжкая работа, друзья Мы переходим к следующему этапу К следующему раунду И у нас был уже слог в начале Был в середине И сейчас он перемещается куда? Конец Молодец Пять баллов и, внимание Это слог ОР Помидор Поехали ОР в конце Сальвадор Эквадор Нет, это все имена собственные Бор Бор Лор Вор По-коротким пошли, да? Тор Сор Моё слово сказала Всегда так Когда говорят слово, начинается ступор Ступор Невольно подсказал Колор Колор Сеньор Курсор Курсор, хорошо ОР Эдуард Понял Получается и в начале и в конце А тогда Укор Укор Как жаль, что здесь не шесть участников Да, так быстро Кругозор Кругозор, класс ОР Узор Узор Минор Мажор Спор Юмор Что они говорят? Откуда у них столько слов? Хутор Сеньор Был Был, я говорила Спор Был Сам же говорил Фосфор Фосфор Узор Узор был, узор был Хлор Я говорила Хлор Нет Хлора не было Точно Нечестно Эх Зря сказала Заранее свое слово Хлор Заранее Его приготовила Но Так получилось Алене повезло Она его услышала Конечно же Ну что поделать Это игра Ну когда Прыгрался Граждане Главное Не играю Участие Не победы Точнее Алена Молодец Как говорить правильно Скучаю по вам Или скучаю по вас Подсказываю Возможны оба варианта Но предпочтительным пока Считается вариант Скучаю по вас В справочнике Розенталя Указано Что существительными И местоимениями Третьего лица Правильно Скучать По кому Чему Например Скучать по сыну Скучать по нему Но с личными Местоимениями Первого и второго Лицам Множественного числа Правильно Скучать По ком Например Скучать по нас Скучать по вас Итак у нас впереди финал И вот они Финалисты игры Представители Семьи Флоренцевых Обладатели Самого большого Словарного запаса Еще раз представим Это Эдуард Это Алена Ребят волнуетесь? Очень есть Ну давайте так Немного Сейчас отойдем От финального Раунда И пообщаемся Раскрепостимся Можно выдохнуть Я хочу вас спросить Вопрос который в принципе Меня уже с начала Сегодняшней программы Мучает Я сейчас хочу получить Ответ на него Хороший красивый ответ Собственно говоря И вопрос будет Про красивую фамилию Флоренцевы Откуда такая фамилия? Наш прапрадед Был очень важным человеком Дворянином Он путешествовал У него была очень важная Какая-то должность Не помню какая И он хотел очень побывать В Италии Но ему не довелось И он поменял Свою фамилию У него была не очень Звучная фамилия Он поменял ее Вот на такую вот Красивую То есть хотел побывать Флоренцевы Хотел побывать В Флоренции Но потом решил Привезти Флоренцию В Чувашию Да так скажем Слушательно говоря Так вы и стали Флоренцевыми И кстати эта фамилия Нам приносит Постоянный успех Потому что бывает Там поедешь Куда-нибудь отдыхать В лагерь я ездила Все говорят Ооо какая фамилия Откуда ты? Я хочу вам пожелать Сейчас огромнейшей Удачи Перед финальным раундом И мы переходим К заданию Если у нас уже был Слог и в начале И в конце И в середине Сейчас в финальном раунде Этот слог Может быть универсальным То есть вы ставить его можете В любое место слова И в начало И в конец И в середину Конечно же Итак Это слог Ут Утка Поехали Утконос Смут Есть такое слово? Нет Ну смута есть Смута Да Точно У нас же везде оно Да у нас Сначала В середину В конец Ут Брут Брут Брутто Нетто Брутто Брутальность Хорошо Сутки Сутки Сут Я сейчас скажу Ут Утварь Утварь Муть Муть Что он там мутит? Он что-то мутит В любом случае Ут Уток Утеря Утрата Утеря нет такого слова Верните пожалуйста Утренник Утренник Утрата Утрата Супер Утро Утро Утиль Утиль Утилизация Утилизация была Я говорила В самом начале Да Вспоминается Утилизация была Итак Алена советует придумывать слово Утом Нет такого слова Утая Утая нет Это финал Это финал нашей игры И побеждает в этой игре Алена Ура Да Было все справедливо Естественно Были слова Когда уже говоришь Может даже путали слова Аленины Потому что она говорила Какие-то такие странные слова Какие-то названия Такие длинные А у меня были короткие Поэтому они вылетали Как-то и забывались Ну и вот он финал Яркий, эмоциональный И конечно же Не менее эмоциональная Церемония награждения Победительницы Я хочу поздравить Алена Тебя с победой И вручить От компании Бизнес Диалог Вот этот ридер По другому Электронную Книгу Это тебе Конечно же Мои аплодисменты Круто И хочу сказать Можно посмотреть Конечно же Открыть А я в свою очередь Хочу сказать Что компания Бизнес Диалог Это корпоративное Открытое индивидуальное Обучение По самым востребованным Программам Бизнес Диалоги Не читают лекций Интерактивы Практикумы Кейс Стади Максимально концентрированы По содержанию Эффективны по результату Пройдите обучение По программе Деловое письмо Грамотно и эффективно Научитесь с легкостью Составлять трудные письма Выразительные Коммерческие предложения И маркетинговые папки Запись по телефону 374070 Или на сайте Компании Выдается сертификат Об окончании Обучения Я никак не ожидала Что выиграю Безумно рада Такому подарку Теперь знаю Чем буду заниматься В маршрутках И в дороге И это прекрасная игра Кстати вообще Я говорила Что я к вам вернусь Я вернулась Я не ожидала Что выиграю Но безумно Приятно было С вами тут побыть Между прочим Действительно Алена принимала уже Участие в нашей игре В составе команды Работников Детских дошкольных Образовательных учреждений И тогда вылетела В первом раунде Но сегодня Дошла до финала И победила Если ты хочешь Оказаться на месте Алены Приходи К нам В игру Наобум Принимай участие В игре О русском языке Выучить русский язык Иностранцам Весьма сложно Англичане Например Чтобы успешно Усвоить фразу Я люблю вас Могут воспользоваться Мнемоникой Желто-синий автобус Я люблю вас Согласитесь Звучание Ну уж Очень похоже Смотрите нашу программу И вы узнаете Много интересных фактов О русском языке До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин